Серия статей на портале LifeJournals, автор про Владимир. Оружие джедаев средневековья. Начну с 9 части, а это самое наглядное, за что у меня зацепился глаз, а потом пойдем по другим статьям. Предлагается к просмотру гравюра, датируемая далеким 1650 годом. Лежит она вот здесь по ссылке, что мы можем здесь увидеть навскидку. Какие-то гражданские люди устроили турнир на мечах, из которых бьют молнии. Вот этот человек собирает из земли энергию. Вот этот человек ловит мечом энергию, исходящую вот отсюда. Вот центральная стелла, из нее бьют во все стороны молнии. Там стреляют из пушек. Ну и начнем разбираться, что это такое. Для начала посмотрим, до чего же дошли наши технологии. Люди в специальных костюмах ловят молнии. Возникает сразу вопрос, что такое придумал Тесла. Вот вам и мечи пошли в ход. С ними-то гораздо интереснее и электрические разряды помощнее тут. Люди в восторге. Смотрим теперь картинку уже в общем варианте. Оказывается, здесь добавлены фейерверки. Вот толпы народу стоят. На башнях такое же кольцо, как на Псковском сооружении. Вот это кольцо мы видим. Вот здесь тоже такое же кольцо. И оно шарашит этими молниями. На замке щит светится. Вот этот щит, видимо. Зрителей очень много. Вот они стоят с той стороны, с этой. Это явно какой-то праздник и шоу. Пушки палят дымным порохом. На улице стоят стойки с обычным коптильным светом в виде свечек. Помимо дымящих столбов, вокруг статуи на площади высокое пламя, что-то типа газового. Зачем-то веревка или провод влево уходит, и по нему ползет что-то типа молнии. Справа подставки, в виде ухвата в загончике, откуда вылетают трассирующие следы, что взрываются вверху. Странный волнистый путь вверх. Если это пороховые петарды, то нет еще и дымного следа, ведь у пушек дымный порох отчетливо виден дымный след от пальбы. Столбы под буквой О в центре отчаянно чем-то искрят. Что интересно, а от статуи разлетаются вниз какое-то подобие молний и летят зигзагами, как полагается молниям, а не пиротехники. Мужики с неким подобием мечей носятся, однако их палки и спускают молнии. Что-то на обычный фейерверк не очень похоже. Мечи кривые, странной формы. Люди на вид никак не защищены от электричества. И как вот коронарные разряды повторяют форму мечей? Или у кого-то хватит шаблонов не разглядеть сходство? Коронарные разряды идут вот такими волнами. Так же, видимо, и на мечах. Поэтому мечи, видимо, выполнены такими кривыми. Фламберг – это меч. Фламме. По-немецки «пламя» также встречается французский вариант с транскрипцией «фламберж». Фламберж двуручный. Реже одноручный или полуторный меч с клинком волнистой пламевидной формы. Искривленное острие мечей применяют для стабилизации плазменных и молниевых разрядов, чтобы они не неслись куда попадя, а собирались в кучу, типа как кристалл накачки для лазера. Только там нужно подобрать шаг волны, иначе можно сбиться с ритма и не попасть в резонанс. То есть просто гвоздь на порядок хуже излучает молнию, чем волнообразный вибратор, как у антенн, много всяких рюшечек, рассчитанных на полуволну несущего сигнала. То есть если в лазере нужны стенки накачивающего кристалла, то в случае с молнией стенками являются кромки проводника, вдоль которых и несутся молнии, собираясь в луч. По сути это банальное плазменное оружие, выпускающее сгусток плазмы посредством концентрации молнии. С другой стороны сказки про это толдычат, что кто-то там шар магический пустил или молнию во врагов. При увеличении слева там, где буква H, мужики стоят с банальными фитилями, однако по проводу ползет что-то ангельское. То есть какой-то энергетический сгусток, похожий на спрутов, запускают по шнуру вот эти вот мушкетеры. У мужиков на поле мечи странно искрятся елочкой, часть мечей зигзагообразная, один из мужиков в странном водолазном шлеме. Под статуей на столбе светятся кристаллы или щиты. Чтобы понять аналогию что происходит, мы смотрим катушку Тесла, которую умельцы сейчас изготавливают в большом количестве. У башен замка искрятся диски, искрится щит, у ворот замка даже установлены пушки, что палят от них, причем не вверх, а прямой наводкой. Вдали зачем-то пушки палят массово дымным порохом, а вот за воротами замка торчит какая-то фигура, причем она намного выше ворот и самих фигурок людей. Причем в левой руке эта фигурка держит некий пучок, смахивающий на варда жару, а внизу у ворот мужик в токе пытается запалить пушку, прикрываясь щитом. В нижнем углу замка прямо из нижнего окна прямой наводкой палит и еще кто-то, а вокруг замка установлено странное запаленное ограждение. Если присмотреться к столбикам с шариками вокруг замка, то они именно горят каким-то странным огнем, как свечки, причем горят сами шары. За замком видны бомбарды, палящие вверх с довольно мощной струей, клубящихся наружу, но явно не дымным порохом, больше напоминает старт ракеты или выход перегретого пара, чем выстрел. Площадь перед замком огорожена каким-то плотным забором, на котором и прячутся зеваки. Да и в шатре слева они набились и не выходят. Если это и фейерверк, то странный. Надпись не переведена. Снизу написано «День 14 июль 1650 год» и с точкой 650, то есть и это от Иисуса Христа очевидно. Переходя по ссылке, мы эту гравюру можем очень сильно увеличивать и исследовать буквально по детальному. Тут есть подпись, что означают вот эти все буквы, но прочитать мы их не можем. Просто по той причине, что читать мы не умеем. Под буквой А написаны, под буквой Б, C, D, E, F, G, H. Те, кто умеют читать, может пройти здесь и прочитать все, что здесь написано. Это похоже на немецкий язык. «Das gegeben», то есть вполне возможно немцы это смогут прочитать. «Flüхтинг, vor auf das Friedens», то есть из этих надписей можно узнать, что это за праздник, когда он проводился, что означает все эти детали и еще много что узнать про то время, 1650 год. Есть ли в истории официально что-нибудь подобное? Ничего. Тогда электричество не знали, а тут регулярно проводили праздники, все все знали, схемы нарисованы, все знают, кому что делать. Причем в это время были мушкетеры, прямо по виду похоже. Вот женщины гуляют. Вот тут люди набились далеко от самого шоу. Вот обычный немецкий городок на горизонте. Вот поля стоят, где они тут картошку, видимо, выращивали. Вдали там тоже полят пушки куда-то. Все обозначено буковками. По буковке, если мы Z и Y и X пройдем, то узнаем, что такое вот X, что такое Y. Хорошо по-немецки-то бы читать уметь. Такое ощущение, что это картинка из параллельной реальности. Мы про такую реальность не слышали. Присматриваемся к толстому слою артефактов. И их неприлично много. Они свалены в кучу с метками рыцари. Турниры, дорогие доспехи. Смотрим вдруг, что интересное увидим. На стене висит вот такой меч. Это изображение давно глаза мозолит. Что это за меч? Этот меч со щитом висит в крепости города Пскова. Меч Тувора как и щит, что тот повесил типа охранной грамоты. Причем они такие же большие, как и тот, где мужик стоит с ним. То есть это как минимум два разных меча. Еще один меч, говорят, порядка 50 килограмм есть в оружейной палате московского Кремля. То есть уже как минимум три, два из которых есть в наличии прямо вот сейчас. Еще есть крест Турора и могила Турора в Изборске. Естественно, все это легенды, сказания и мифы. Но могила вполне реальная, как и крест и вот этот меч. И это место зовется площадью 40 церквей. Там раскопали островы. Обращают внимание, что собор Троицкий поделен пополам по высоте и основной вход сразу на двух этажах. А сами стены сделаны совсем иначе и по конструкции обычная крепость. Интересная картинка дискотеки 1480 года. Интересно, что это вот черти, демоны или кто они там и святые люди с нимбами на голове. Вот так и в Европе представляли, очевидно, связь вот с этими существами через духовенство. Вот еще одна картина. Подписали, господи, поскорее бы отпустила. Она думала, что это видение, а видение само испугалось. По соседству, видимо, жили европейцы с кем-то еще. Собственно, мечи, истинный размер, волнообразные резонаторы. То есть, фактически, это для больших людей предназначалось и с резонаторами. Вот этот полумесяц, обращенный вверх, то, что мы видим на куполах под крестами у церквей, очевидно, тоже имело значение удерживание вот этого разряда. Вот эти вещи тоже, видимо, сдерживали разряд, чтобы в руку не попадало. Искривленное лезвие вполне могло задавать определенную частоту волны. Такой размерчик меча. И полумесяц здесь же. Такая интересная полуволна, явно просчитанная. А это вот то, чем защищались, очевидно, от электрических разрядов, чтобы не поубивало. Такое количество видов электродов, которые ошарашили молниями. И мы их принимаем за мечи. Он как здорово сделан. Еще и с подрезонансными. Или вот такого вида меч, который даже и уколоть не может. Это то, что сооружали сверху на голове. Тут не сразу понятно, что карго-культ. Но как современные аборигены представляют своих богов. Как ведет себя высоковольтный разряд на острых концах. Вот высоковольтное электричество. Если мы хотим сделать зону защищенную от затекания разряда, то ограничиваем его кромкой для разряда. Можно сделать даже отверстие, где разряд будет вокруг, но не затекать. Типа сетки в СВЧ-печках на дверце. Это еще варианты, как формируются разряды вдоль проводника. В данном случае это разрядник, призванный гасить разряд. Но тот же принцип приемлем и для концентрации заряда, для получения плазмогана или бластера. А если не будет разрядника, что гасит, то будет выглядеть вот так. Рукоять меча давмонта. В яблоко рукояти раньше был вставлен прозрачный камень синего цвета. Давмонд. Разные хроники пишут о двух давмонтов, живущих в одно время. Литовские хроники рисуют не очень хорошего человека, который присвоил себе жену брата, потом подослал к нему убийц, перессорился с родственниками и был в конце концов ими убит. Вот. Волшебные палочки пулялись, говорят огнем или там молнией, подбирались под настройки владельца и имели набалдашник. Функциональность часто зависела от стиля владения. Вот мы видим катушку намотанную или что-то вроде того из проводов. Реальный размерчик этой шняшки. В реале мы бы увидели здесь вот такенную шаровую молнию. Такие же мечи с ограничителем. Ну, прямо часть магнетрона и проволочка зачетная. Смотрим на схеме, как волной идет электричество. И минное оружие. Вот гравюра владельца. Тут есть надпись, кому принадлежит, очевидно. А это его возлюбленная красава. А может, друг. И таких мечей, видимо, осталось очень большое количество. Все они функционально примерно похожи. И у многих коробочка на рукояти. Очень необходимое для меча сооружение. А вот для посохов стандартный аксессуар. Историки скажут, что туда закладывали мощи для придания успеха в сражении. Ага. А ящик на танке не для инструмента. Он для мощей. И вот мы находим некоторую уже инструкцию. Градиент шпаги. Шпага не просто острый ножичек. А похожая часть прибора. И имеет не просто клинок. А что-то для настройки. 1675 год. То есть 17 век. Показывает, как это распределение происходит. Куда, чего там. При каждом угле настройки. Видимо, это только нам сейчас показывают, что шпагами тыкались. А предназначение у нее было разнообразное. Получается, что шпага не просто железяка. А прибор, определяющий максимумы направления. Недаром их носили аристократы, а перелом шпаги лишал чести. Да и давали ее не просто так, а избранным. Похоже, что пеленгатор РА силы, то есть шила РА. Типа РА компаса, определяющего вектор дороги, по которому можно идти. Собственно, пеленгаторы и нынче несложные штуки. Контур, где по мощности сигнала определяют направление, а тут тоже шилом. По сути, детекторный приемник, что пеленгует направление по сигналу. Только в данном случае этот сигнал РА – свет, что идет от той или иной стороны света. То есть не просто солнце, а светило того или иного спектра. Поэтому нужны настройки на его частоты. Ну а по мощности можно судить о направлении. Соответственно, слово «честь» – не пустой звук, а пройти мог по этой дороге только честный в себе, иначе как увидеть и не потеряться. Соответственно, мог ввести отряд. И владел, пока был честен. Амуниции. Люди ее делают исключительно для защиты от каких-то поражающих факторов. Тех, что могут повлиять на здоровье или вообще лишить жизни. И именно этим нужно руководствоваться в изучении доспехов прошлого. А там хватает странного. Комбинезон для разведки и преодоления электризуемых проволочных заграждений и щуп для их обнаружения. Есть схема, которая расскажет, как не попасть к акуру ващи, попав в высокочастотное высоковольтное электромагнитное поле. Мы можем найти схему, которая расскажет, как нужно правильно одеваться, чтобы током не долбануло. Экранирующий комплект спецодежды для работ под потенциалом провода. Или такой. Человек, который одет в подобную одежду. Эта модель состоит из куртки и брюк и является наилучшим средством защиты от огня и электрической дуги. И вот мы поняли, что в нашей цивилизации это широко применимо и смотрим теперь на древних воинов. Что мы имеем? Кольчуги, заземления, металлические щитки. Рыцари еще те. Некому им было рассказать, что это. Попробуйте племени какого-нибудь острова рассказать, как работает карманный фонарик, даже крутя его в руках и без батареек. А если с батарейками, то вы будете великим шаманом-повелителем света, что поверг темноту в борьбе с неприглядным мраком. А они после вашего ухода понаделают себе фонариков из бамбука и будут ими как бы светить во все темные углы. И все будет у них как у взрослых. В 17 веке одномоментно и вдруг перестали использовать доспехи. Почему? Еще в 30-летнюю войну поголовное и всеобщее покрытие себя железяками. Причем очень высокого качества. Рейтерские доспехи просто скафандр какой-то. И чик полный отказ. При этом огнестрельное оружие даже стало слабее. Гигантские мушкеты в 2 метра длиной 25-миллиметрового калибра повсеместно исчезли. На смену им пришли слегка увеличенные арки бузы калибром 17-18 миллиметров. Какой-то неясный провал в изготовлении пушек. То есть в период времени, когда сели батарейки, имеет в истории вполне себе приличный отпечаток. Мастерская по производству доспехов. Тут мы видим каких-то еще карликов. Поверхность доспехов тщательно полировали пемзой и натирали оливковым маслом. За десятилетия поверхность доспехов полировалась буквально до зеркального состояния. Похоже, блеск и был целью доспехов и щитов. С другой стороны, если воевать того же Василиска с каменеющим взглядом, то нужно иметь все те же жути блестящие, чтобы не окаменеть. И опять же лазерные бластеры, если... Или же еще как, например, лучи, направляемые системой зеркал. Ну и, конечно, если входить в электрическое высоковольтное поле. Во всех этих случаях доспехи помогут, и уклюжесть их не так важна, как блестючесть. И практически полная закрытость. А супротивстрел можно и в ржавых, лишь бы металл не был тонким и не гнулся сразу. В 1439 году в Италии возле городка Ангиари произошло сражение между двумя войсками рыцарей. Всего в битве принимало участие несколько тысяч человек. Все они были закованы в латы миланских оружейников. Сражение продолжалось 4 часа. Рыцари яростно рубили друг друга мечами, кололи копьями, и все же убитыми оказался лишь один человек. Он погиб ни от меча, ни от копья. Бедняга в боевой суматохе выпал из седла, и его раздавили копытами кони. Битва, ага. Пинкбол только по результатам почему-то больше напоминает. Или сборище нынешних реконструкторов. Театр военных действий, он и есть театр. А потом пришел лесник и всех выгнал. Так что выходит, если несколько тысяч человек собрались большой толпой, чтобы пиу-пиу поделать и разойтись, все они были закованы в такие крутые доспехи, что никто не поцарапался. А потом шарики с краской закончились, и началось. Но это потом. Перед боем втыкали зачем-то меч в землю и молились. Может ритуал, а может фанатизм. А скорее всего заряжали перед боем через заземление. Все эти доспехи имеют определенную роль, причем практическую. Однако в противостоянии с людьми абсолютно бесполезны. Это как консервным ножом противостоять нападающего с кинжалом. Вот игла. Скорее всего, она нужна для того, чтобы разогнать заряды. А для сражения она безопасна, если только кто-то сам напорится случайно глазом. Вот вам намотка по кругу в катушке Тесла. Это схема. Плоская бифелярная катушка Тесла в качестве излучателя магнитного поля на частотке Шумана. Видите наверху кольцо? Если сделать набалдажник заостренным, то можно молниями шмалять не во все стороны, а куда надо. Так выяснится, что все это означало не махание мечами, а обмен Ра светом. А шипаги от слова шипеть, как пищали от слова пищать. Ведь фехтование на шпагах, как железяках, имеет очень малое практическое военное применение. А вот укол электрошокерам способен на многое. Для незнающих тарч это щит. Причем существовало три вида тарчи. Западный, европейский, шотландский и, собственно, русский. Все они различались по внешнему виду и функциональным особенностям. Западные щиты оставим в покое, а займемся нашим родным. Сначала о том, почему я осмелился причислить этот щит к холодному оружию и что же в нем странного. Вопрос, а что он делает? Куда-то пуляет. Так выглядели первые мушкеты с огромной пластиной, чтобы не убило, если ствол порвет. Битва при Сан-Романо Учелло. 1456-1460 годы. Художник написал их по заказу Казима Медичи. В настоящий момент это три большие картины, разбросанные по разным музеям Европы, с изображением сцен битвы между флорентийцами и сиенцами. Изображена атака авангардов флорентийцев, возглавляемая Кондотьером Никола де Талентином. Картина находится в Лондонской национальной галерее. Поражение Бернардино де Лакардо. Изучаем фрагменты, детали. Все бы ничего, но только вот оружие. Как видно, лошади, амуниции, рыцари и прочие детали переданы довольно четко, а они, эти детали, не так просты в прорисовке. Значит и оружие, которое много проще в рисовании, уж точно передано с точностью высокой. И что же мы видим? Копья длина 4-5 метров. Это как бы нормально, но первое. Древко, да еще с железным наконечником и о 5 метрах весят явно нехило. Но вот держат их за самый краешек. Видимо, про физику рычага местные не в курсе были. Что удержать так древко, мягко говоря, было нереально. Если только оно не из пенопласта. Внизу же вся земля усеяна порубленными останками этих копий. И по срезу их вроде как все-таки дерево. Хотя зачем концентрировать внимание на порубленных копьях, на рисунке не совсем ясно. Двигаемся дальше. Копья есть желтые, черные и красные. Предположим, что это лишь стилистика вооружения художника. Тогда внимательно рассмотрим остатки черных копий на земле. И ух ты! А на них какой-то странный орнамент. А зачем? Копья же расходный материал. Не меч там какой-нибудь. Ну просто себе вроде дерева и все. А если увеличить центральный нижний обрубок черного древка и всмотреться в его наконечник, то он не сильно смахивает на металлический поражающий, плюс он желтый, а не черный железный. Еще сам глава отряда конников со странной желтой палочкой в руке. В общем, в фильмах все эти командирские замашки, причем даже в современных огнестрельных боевиках, когда командир показывает чем-нибудь на врагов с криками в атаку. Это что же, воинам указать путь наступления? Сами что ли не видят, где противник? Наверное, видят, но вот указующий взмах им явно достался из прошлого. Шлем нашего нынешнего современного воина представляет из себя некоторый симбиоз защитных функций с приспособлениями для связи и это логичная и оправданная нагрузка к доспехам. А вот у наших предков это что? Кто за мания такая на голову приладить вазу по заковырести и понавтыкать в нее перьев? И походу, чем больше вазы и больше перьев, так как бы тем и лучше. А зачем? Вот тут в поле зрения попал другой пример успешного применения перьев – этакая эволюция их. Неужели этим предтечи натирали эбонитовые палочки? А одно из свойств высоковольтного статического поля – так это левитирование объектов, на которое оно распространяется. Можно прочитать тут, как это делается. Видать, прилично воины заряжались, раз на копье такое левитирующее действие распространялось. Большинство сохранившихся доспехов в той эпохе выставляется без боевого оперения. Не сохранилось. Странностей эксплуатации мечей довольно много, если верить сказаниям и прочим версиям, хотя они довольно однозначны и совпадают описаниями в этом, что странно для вымыслов людей. Такая странность, что железо должно быстро ржаветь, но не ржавеет, такое возможно в перенасыщенном электричеством среде, где происходит банальный электролиз, откуда ему взяться в таких масштабах. В рукояти меча в обязательном порядке есть место для камня, а может схема или конденсатор, аккумулятор или фетиш? Неоднократно упоминается принцип владения таким мечом, когда главный направляет руку, держащего на головы врагов, и ему нужно лишь не мешать. При этом меч или шпагу с рапирой стараются выбить из рук и засчитать поражение. Хотя, казалось бы, зачем так сложно? И даже большой и тяжелый меч, который до этого еле-еле тащили, вдруг начинал летать и разить врагов. Что в раке? Эксплуатация таких мечей имеет некоторый ареал, не позволяющий уходить далеко и завоевывать, а только охранять и обороняться. Возможно, это связано с радиусом работы беспроводных станций для возможной зарядки перед боем. Аристократы той же Франции упорно тренировались, если верить ума, именно в фехтовании на шпагах. А вот как игла от шокера, шпага вполне грозное себе такое оружие. Но как железяка она совершенно бесполезна в реальном сражении, где любая дубина будет проще и ладнее в эксплуатации. Поэтому наравне со шпагой использовалось и обычное холодное оружие. Вряд ли все эти обычаи с мечами, шпагами, рапирами и походкой появлялись как бесполезный фетиш аристократов, требующий изнурительных тренировок и постоянной эксплуатации. За этим, как выясняется, стоит что-то еще. Русское вооружение 14-го до 17-го столетия. Ратник в Зерцале и в Шеломе. На заднем плане – часть Кремля. Панцеркнаке, прогрызающий броню. Бах, перчатка. Идея ручного оружия в виде пио-пио перчатки не так инова, как кажется. Поза у стрелка на гравюре интересная, а он ожидает отдачи. Мы так же становимся, когда стреляем из оружия с отдачей. Он отклоняется назад, опираясь на заднюю опорную ногу, стараясь держаться подальше от самого оружия, выставив его максимально далеко, смотря через щель. Мы бы выставили вперед, не задумываясь, но отклоняясь назад и не припадая на заднюю ногу. А вот оружие с отдачей по привычке требует опоры и баланса при удержании. Это значит, у оружия довольно высокая точность поражения по прямой, что требует прицела. При этом у него меч на левой стороне, а топор в правой руке, то есть пальнуть и в бой. Выходит, это не пулемет, не автомат, а что-то мощное, но одноразовое или всего несколько мощных залпов, после чего использует обычное холодное оружие. Судя по тягам у некоторых щитов, там окошко закрывалось прямо в момент вытягивания рукой тяги. Да и откуда им знать про позу при отдаче? Зачем закрывать окошко визора при движении спуска курка? При этом часть таковых аппаратов руку не вытягивают, а прижимают, либо у них щит свернут в походное положение на бок. То есть рукой держится за рукоятку и подтягивает щит, а смещение тяги и есть спусковой механизм. Кстати, рука в отверстии щита отлично заэкранирована, то есть по щелям даже можно высчитать частоту излучения, на которую они рассчитаны, по длине волны. В камере СВЧ есть сетка, которая не пропускает наружу сверхвысокочастотное излучение. Сама дверца затянута сеткой. Магнетрон обычный вполне похож на ту же коробочку, ведь он может работать от обычной пьезозажигалки и одного импульса, если разрядить конденсатор. Причем побочные эффекты – это высокочастотные и коронные разряды, от которых лучше держаться подальше на дистанции вытянутой пики, а лучше свалить с лошади обладателя такого заряда, фактически заземлив его и сделав беспомощным. Возможно, по этой причине рыцари должны быть на лошадях и им нужно только свалить и выбить из рук оружия, чем покалечить, то есть фактически отключив он его от розетки. Он на картине вроде просто упал, но даже не пытается сражаться. Все в железе, только на конях. В этом все много схожего с девайсами, которые на крестные ходы таскают. Технология та же. У верующих это Харугви. Казаки, помимо флага и знамени, несут еще и антенну. А если не знать, что это антенна, тогда, естественно, символ. Это антенна искровой радиостанции, радиотелеграф, так сказать, утеря его потери связи с командованием. Вывод. Весьма важная и жизненно необходимая военному подразделению палка с железякой. Есть такого вида оружия, одеваемое на руку. Необходимость такого для сражения с людьми сильно сомнительна. Внутри перекладина, чтобы хвататься, а по сути вытянутый кастет. Скорее нечто типа спецоборудования для орудования в жерле или весьма вредных условиях, например, того же излучения. С боков навешивают стяги, возможно, чтобы вытаскивать или стягивать, а внутри там заклепка, перекладина. По поводу того, откуда брали электричество. Просто архитектурные элементы. Но что если красные элементы – это медь, голубые – купорос, медь-кристалл, серые элементы – это цинк, выпрямительные столбы с теми самыми шариками державы на проставках. И попробовать посмотреть на все это применительно к вот такой схеме. Вольт – это буквально воля творца. Вол-т. Тогда уж та самая Вол-тв – воля твоя, как обычно поют хоры нынче. Там на картинке есть толстые колонны у архивольта, которые не открыты, точнее закрыты. Вот так выглядит нынче архивольт.